Всем здравствуйте! Добро пожаловать в прекрасный, не постесняясь сказать, зелёный город-сад Лепые. И сегодня я вам покажу главный проспект, ведущий к морю, и расскажу, что здесь находится. Кроме этого, вас ждёт романтический закат и куда ушли европейские денежки. Сначала я вам покажу отснятые из машины, чтобы у вас было представление вообще о продолжительности и как это выглядит с проезжей части. А потом мы пройдёмся пешочком, и я вам покажу всё в деталях и расскажу. Вот там вдали виден памятник морячки, про который я вам обещала рассказать. Ну а мы начнём осмотр с самого начала. Мы в самом начале проспекта. Вот перед вами красивое белое здание. Оно было построено как гимназия для девочек ещё в те времена, далеко до того времени, как Латвия стала частью Советского Союза. Кстати, сейчас здесь тоже находится гимназия. А вот этот памятник скамья посвящён первому учителю мореходства. Ну, многие знают, что в городе, естественно, порт и мореходный колледж, и каждый второй, наверное, или третий в советские времена как-то был связан с морем. У меня в море ходил и отец, и мама ходила с судовым медиком, и дядя. Ну, ещё и двоюродный брат, правда, он ходил от Мурманска. Ну, а вот это прекрасное здание исторического музея. Конечно, когда-то это была чья-то вилла. Вы уже догадались, что все эти деревья – это липы. Лепа по-латышски – это липа, то есть у нас город Лип. Но и не только. Ещё это город, где рождается ветер. И это слова из песни «Гимна городу Лепы», которые вы можете прочесть на всех скульптурах, которые установлены на этом проспекте, ведущему к морю. А ещё у нас прекрасная архитектура. Вообще город стал развиваться в начале 20 века, когда народ хлынул из Российской империи через Лепайский порт в разные уголки мира. И тогда стали строиться различные гостиницы, доходные дома, ну и прочее, прочее, прочее. То есть спрос порождает предложение. А я перешла на другую сторону и снимаю для вас сад скульптур, который примыкает к историческому музею. Вот такая здесь красота. И рядышком абсолютно, вот следующее здание, это здание, где находится русское культурное общество. Ну а дальше вот реставрируются исторические деревянные дома. И опять скульптуры со словами из гимна «Городу Лепы». И повторяется, что это город, где рождается ветер. И действительно ветрено видней здесь большинство в году. Ну а здесь мы с вами уже гуляли. Это кольцевая и дальше идут прекрасные цветники. Если кто-то не посмотрел, обязательно посмотрите. Там я разбирала схемы и подробно показывала эти цветники. Ну а здесь я вам только покажу памятник, как обещала, и немножко расскажу о нем. И вы видите, какова композиция. То есть, да, это общественное место, опять повторюсь, но всегда можно что-то из этого почерпнуть и для своего сада. Ну и, конечно, просто любуемся. Вот она, женщина, мать, сестра, жена, ждущая своего мужчину с моря. Да, это очень опасная профессия, очень тяжелый труд. И, конечно, не все возвращались, но женщины их все равно ждали. И вот как символ этот памятник. Женщина, глядящая в море и ждущая оттуда своих мужчин. На западной стороне памятника мемориальная плита посвящения рыбакам и морякам, погибшим в море. А под ними в 2000 году сделали мемориальную таблицу, которая посвящена жизням американских летчиков, которые были сбиты здесь в 50-м году советскими войсками. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Все спите спокойно. Ну, и, конечно, я пацифистка, потому что, ну, любая человеческая жизнь – это ценность. Но, с другой стороны, ребята, а чего вы делали во время Холодной войны? Там, где у советских войск находится подводная атомная база. Ну, как-то вот оно по жизни получается вот так вот. Кстати, там девушки занимались восточными танцами. Хорошая локация между пляжем и дюнами. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а лепайские пляжи – это вообще что-то особенное. И когда, кстати, приезжали в грязи лечебницы, еще вот когда они были только-только созданы, естественно, народ там лечился, памперс себя, наслаждался жизнью. Но еще, да, мы гуляли по берегу, они дышали свежим воздухом, морской травой, йодом. Здесь воздух очень богат йодом. Ну, попахивает иногда, честно сказать, бывает такое. Но не всегда, но вот йод есть всегда. И они при этом худели, гуляли, хорошели и худели. Поэтому курорт был всегда очень-очень популярный. Ну, вот посмотрите, белейший песок, широченные пляжи, и вот столько же еще пляжа в дюнах. То есть там три-два ряда в разных местах по-разному, между дюнами, полоски, где тоже можно отдыхать, где играют в волейбол, когда ветрено. То есть, ну, уникальнейшие пляжи, они имеют зеленый флаг, народ занимается спортом, просто гуляет. Ну, в общем, это национальное богатство, я бы сказала. Ну, и, конечно же, прекрасные-прекрасные закаты. И посмотрите, какая красота! Современная символическая инсталляция называется «Дом ветра». Сооружение сделано из старых окон и дверей. Все насквозь продувается. Ну, в общем-то, очень-очень по-лепойски. Но мне всегда нравятся вот изделия из переиспользованного дерева. В этом есть какое-то и тепло, такое теплое чувство, и адресность к прошлому. Ну, потому что вы видели, что в городе очень много деревянной архитектуры, и она, конечно, прекрасна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот каким-то образом они это делают Посмотрите, какие детали, как все элегантно и красиво И какова мысль, что царица морей все-таки держит с нежностью человека-моряка Ну и знак Лепая на фоне моря Кстати, предыдущий мне нравился больше Были огромные зеркальные буквы Но они не выдержали наших ветров, потому что мы на семи ветрах Я так думаю, что они просто в один из штормов куда-то улетели Может быть, их выловили где-нибудь в Швеции Точно я не знаю, но я так предполагаю Ну вот заменили такими продуваемыми конструкциями И хорошо их, конечно, в песок укоренили Ну а мы выходим с пляжа, потому что уже темнее Там мне вам нужно показать еще одну вещь Ну, во-первых, посмотрите, как здесь работают И как здесь сдерживают дюны Чтобы они были подконтрольными Чтобы они не двигались и не засыпали дорожки И когда вы выходите с пляжа Параллельно пляжу идет вот такая дорожка Она построена на европейские денежки Была выделена очень хорошая сумма И сделали тоже очень-очень хорошо Люди здесь и гуляют, и занимаются спортом И это, в общем-то, любимое место Где в ветер, в ветреную погоду гуляют липайчане Ну и гости, конечно, тоже Так что приезжайте, не бойтесь Вы всегда найдете место, где хорошо провести время на природе На сегодня я с вами прощаюсь Желаю вам всего самого доброго Не забывайте ставить лайки, если понравилось Подписываться и оставлять комментарии Всем пока-пока С вами была Марина Субтитры сделал DimaTorzok